Привет! В этом видео я расскажу о механиках выпуска «Властелин колец Казания Средиземья» и постараюсь ответить на самые часто задаваемые вопросы, которые мы читали в чате нашей трансляции раннего доступа. Потому что выпуск «Властелин колец Казания Средиземья» появится в MTG Arena уже 20 июня. Меня зовут Олег, добро пожаловать в Клуб Адептов Кухонной Магии. Перед тем, как мы начнем, как обычно, прошу поддержать это видео лайком, репостом и комментарием, а наш канал подпиской и нажатым колокольчиком. Также, если у вас есть желание и возможность поддержать нас материально, вы можете сделать это, оформив подписку на платформе Boosty, либо через сервис Donation Alerts. Ваша поддержка важна для нас. Спасибо! Самый часто задаваемый вопрос, который мы читали на трансляции, звучал примерно следующим образом. Будет ли этот выпуск играть в стандарте? И, ребята, ответ – нет. Этот выпуск не будет легален ни в стандарте, ни в эксплорере. В MTG Arena им можно будет играть либо в алхимии, либо в хисторике, либо, наверное, в бравле, ну и, соответственно, в лимитод, конечно. А в бумажной магии, соответственно, им можно будет играть в модерне и выше. То есть в стандарте и в пионере в бумаге он также не будет легален. Вот такой вот странный ход от визардов. Вместо выпуска традиционной летней базовой редакции они выпустили сет, который даже нелегален в стандарте, нелегален в эксплорере и в пионере, соответственно. Но, в принципе, мы уже не удивляемся странным решением визардов. И перейдем к рассмотрению механик выпуска «Властелин колец. Казание Средиземья». Сами визарды, рассказывая об этом выпуске, упоминали 7 механик, и сейчас я вам их перечислю. Это, конечно же, механика кольца, копища орков, цикл земель, саги, фишки еды, хисторик и жетоны оглушения. При этом единственная новая механика, которой действительно до этого не было, это механика, связанная с кольцом. Работает эта механика следующим образом. Каждый раз, когда кольцо искушает вас, вы получаете эмблему кольца, если у вас ее не было. И затем ваша эмблема получает свою следующую способность. В это время вы выбираете существо, которое будет являться носителем кольца. Вы можете либо выбрать новое существо, либо оставить то существо, которое было носителем кольца раньше. Ваше существо, которое является носителем кольца, получает новые качества. Во-первых, оно становится легендарным. Во-вторых, на первом шаге эмблемы оно не может быть, это существо не может быть заблокировано существами оппонента с большей атакой. На втором шаге эмблемы, каждый раз, когда она атакует, вы берете карту и затем сбрасываете карту. На третьем шаге эмблемы, существо оппонента, которое блокировало вашего носителя кольца, должно быть пожертвовано в конце боя. И, наконец, на четвертом шаге, на самом большом искушении кольца, каждый раз, когда ваше существо, которое является носителем кольца, наносит боевые повреждения оппоненту, каждый оппонент теряет три жизни. Вот такая механика. Она, на мой взгляд, чем-то похожа на механику подземелий из выпуска «Подземелий и драконы». Но это мое субъективное мнение. И, собственно, остальные механики ранее мы уже встречали. Следующая механика – это скопище орков. Мы уже встречали скопище в выпуске, если я не ошибаюсь, «Война искры». И там механика просто называлась «Скопище», и она создавала фишку зомби. Здесь механика называется «Скопище орков», и, соответственно, она создает фишку орка. То есть, если у вас нет фишки орка, вы кладете, соответственно, фишку 0-0, и потом кладете на нее количество жетонов, равное числу, написанному после ключевого слова «Скопище орков». Если у вас уже есть фишка орка, то, соответственно, вы просто плюсуете количество жетонов, равное числу, написанному после ключевого слова «Скопище орков». Такая вот механика, которая выглядит менее, на мой взгляд, опять же, логично по сравнению с копищем, которое делал зомби. То есть, зомби, понятно, они складываются в такого большого зомби-мутанта, а орки, мне кажется, должны не в одного большого складываться, а в ширину увеличивать свое количество. Но, опять же, визарды видят это так. Такой вот большой здоровый орк получается. Но это, типа, большая здоровая армия, на самом деле. Потому что фишка — это армия орков. Следующая механика — это цикл земель. Мы его встречали в предыдущем выпуске, в выпуске «Марш машин». И здесь он точно такой же, за исключением того, что здесь мы можем проциклить карту, которая имеет способность цикл земель за одну ману. Здесь цикл земель 1, а не цикл земель 2, как он был в «Марше машин». То гораздо приятнее мы можем найти недостающую нам земельку дешевле. В каждом цвете, опять же, есть свое дорогое заклинание, которое мы можем либо в поздней игре разыграть за стоимость, за хардкаст, либо в ранней игре проциклить в поисках необходимой нам земли. Следующая механика — это саги. Саги ничем не отличаются от тех, которые мы видели раньше. Абсолютно то же самое. Выходит, срабатывает способность. Когда кончаются жетоны, оно, соответственно, жертвуется. Следующая механика — это фишки еды. Фишки еды, опять же, ничем не отличаются от тех, что мы уже видели ранее. В принципе, этот выпуск достаточно акцентирован на еде, поскольку, как мы все знаем, хоббиты очень любят перекусить. В этом выпуске фишки еды бывают достаточно аппетитными, а бывают не очень. Следующая механика называется «Хисторик», ну, либо «Исторический». В MTG Arena он так и называется — «Хисторик». И ключевое слово «Хисторик» указывает на несколько типов карт. Все легендарные карты, саги и артефакты являются историческими. Так что, если какое-то заклинание ссылается на историческую карту, то, соответственно, вы можете выбирать среди вышеперечисленных мной типов карт. Ну, и последняя механика — это жетоны оглушения. Опять же, они уже встречались, ничего нового в них нету. По-моему, они встречались в неоновой Камигаве первый раз. Может быть, в Колхейме раньше. Короче говоря, я не помню, но они уже были, и, собственно, работают они точно так же, как работали раньше. Если повернутое существо с жетоном оглушения должно развернуться, вместо того, чтобы его разворачивать, вы должны снять с него один жетон оглушения и оставить существо, соответственно, повернутым. Вот такие вот механики упомянули визарды. Мне кажется, кроме этого, еще как минимум предсказания заслуживают упоминания, потому что достаточно большое количество карт работают с предсказанием. Ну, как работают предсказания, мы тоже все знаем. Когда нам какое-то заклинание говорит «Предскажите сколько-то», мы должны посмотреть такое количество карт и, соответственно, любую из этих карт либо положить вниз в библиотеке, либо оставить ее на табдеке. И, наверное, это все механики выпуска «Властелин колец. Сказание Средиземья». Я на этом с вами буду прощаться. Как обычно, напомню, что вы можете поддержать это видео лайком, репостом и комментарием, а наш канал подпиской и нажатым колокольчиком. А если у вас есть желание и возможность поддержать нас материально, вы можете сделать это, оформив подписку на платформе Boosty либо через сервис Donation Alerts. Ваша поддержка важна для нас. Спасибо. На этом все. Берегите себя, играйте в магию и будьте клевыми. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok